МИРНЫЙ АТОМБИР Я учусь на строителя дорог, поэтому я подумала, что строительный отряд будет близок к этому, и мне захотелось пойти туда. Также ребята работают вожатыми, проводниками в поездах и собирают урожаи на полях. Я из педагогического отряда, то есть я вожатая, я езжу по лагерям и, как сказать, дарю детям улыбки, счастья. Первая моя работа в студенческих отрядах – это была картошка. В этом году мой отряд был на всероссийском проекте, собирали яблоки два месяца. Возможно, да, первые вступления в РСО – это ради какой-то зарплаты, но потом, последующее уже продолжение этой деятельности – это уже больше, чтобы увидеться с друзьями. Истоки российских студенческих отрядов – 1959 год. 339 студентов факультета физической культуры МГУ приехали строить совхозы с северо-казахстанской области. Через год их было уже более 500, через два – более тысячи. А через 10 лет движение исчислялось миллионами студентов. Молодые и амбициозные уезжали по комсомольским путевкам далеко от дома, чтобы строить новые города, дороги и светлое будущее. У нас в Подмосковье самое большое – это педагогическое направление, сервисное направление. Это все, что касается официантов, барменов. Активно в Подмосковье развивается IT-направление. Более 350 молодых ребят вступили в IT-отряды, получают бесплатно IT-специальность и уже скоро приступят к работе, удаленной на различных российских маркетплейсах. Зарплаты практически не отличаются от зарплат рядовых сотрудников. Подмосковное отделение существует всего два года и такой форум впервые проходит в регионе. Его решено было провести в ГГТУ как университете-флагмане педагогического направления работы РСО. Здесь собрались более 250 студентов из 18 регионов Центрального федерального округа. Это действительно развивается, набирает популярность. На государственном уровне, во-первых, сам президент был в студенческих отрядах. И он очень поддерживает это движение. Уже давно действует налоговая льгота для работодателей, например, который привлекает к себе студенческие отряды. Эту налоговую льготу удалось в этом году сохранить. Также у нас с прошлого года при поддержке президента участники студенческих отрядов имеют возможность воспользоваться обучением на безвозмездной основе и получить дополнительные рабочие специальности бесплатно. Форум студотрядов в ГГТУ – это трехдневный интенсив, где ребята прокачали свои лидерские качества, при этом оставаясь командным игроком. Их учили уходить от конфликтов и рассказывали все о саморекламе и самопрезентации. Все это нужно для того, чтобы их отряды росли и чтобы в них было интересно. Если сегодня в РСО порядка 150 тысяч человек, то в следующем году эта цифра должна увеличиться до 400 тысяч.